Митинг был немноголюдным, но весьма эмоциональным. Выступавшие делились собственными историями, связанными с работой библиотеки. Рассказывали о шагах по ее сохранению. «Нет противонародной оптимизации», – звучало на митинге. Письма защиты были направлены, по словам организатора, в 18 правительственных инстанций. Два года мы работали, теперь отчитаемся и будем слушать ваше мнение и добиваться того, чтобы эта ошибка была исправлена. Среди выступавших – ветеран, педагог, бывшие и действующие депутаты. По мнению собравшихся, взрослые лишились возможности встреч с книгами и творческими людьми, а дети – альтернативу телевизору и гаджетам. Я никогда не мыслил и не думал, что эту детскую библиотеку в районе Д могут инфицировать. Это же тико оказалось, правда? Центральная библиотека не способна быть альтернативой библиотеки микрорайона Д. Никто не заменится, не повторится это, чтобы было. Требования этого митинга, они даже, может, не совсем требования. Мы уже низко просим, чтобы нам вернули второй этаж здания Д-12. Д-12 здания чужому принадлежало ведомству, но за него аренда не платилась. За него Вера Сергеевна платила только коммунальные услуги. И то горячей воды не было. Мы отстаивали. Верните один этаж, второй, чтобы там могли мы работать, продолжать с детьми, инвалидами, пенсионерами. Комментарий об основаниях, вынудивших принять решение о закрытии отдела библиотеки, мы получили у директора учреждения. Это бюджет, которого уже в течение последних трех лет просто не хватало. Не только для библиотеки, но и в целом в городе, и для образования и культуры в целом. И, конечно же, это самое главное. Это нужно было привести в соответствии с нормативами, которые буквально два года назад, в январе этого года уже подписаны были премьер-министром о новых формах, о новых стандартах размещения библиотек, в частности, в поселениях, в городских округах. Но применительно к нам у нас должна была быть одна общедоступная библиотека, которая обслуживает и детей, и взрослое население. По словам Веры Сергеевны, детская библиотека в нашем городе может быть открыта, если в нем будет 10 тысяч ребят в возрасте до 14 лет. В Пущине же нет и 4 тысяч. Как подчеркивали собравшиеся на митинги, библиотека прививала культуру чтения детям. Участники выражали недовольство действиями директора Веры Еремеевой. Были и те, кто выступал в защиту Центральной библиотеки, напоминая, что в столь сложное время и в столь жестких условиях все становится вопросом выживания. К сожалению, я должна сейчас сказать, что ваши благие намерения и желания, что действительно вы отстоите, я не верю совершенно. Потому что мне кажется, что это просто уже махание кулаками после драки. Время, мне кажется, упущено абсолютно точно, что касается вот этого здания. Я хочу сказать справедливости ради, что то, что делается в Центральной библиотеке, ну нельзя охаивать совершенно никаким образом. Библиотеку в Де на митинге называли очагом культуры, подчеркивая ее значимость как место не только хранения книг, но и творческих встреч, а также культурного обмена. Наверное, 10 лет я хожу туда смотреть на выставки, на фото-выставки, художественные выставки. Очень нравились мне выставки каких-то поделок детей, взрослых. Создано три поколения клуб, который уже, вот я уже прабабушка, и вожу уже своего правнука. Все мы начинали с 5-го Де, собирали эти фонды. Библиотека была настолько шикарными фондами обладала, сейчас они все разгромлены. Значит, мы требуем вернуть фонды в детскую библиотеку. Значит, по возможности минимальный коллектив вернуть в эту библиотеку. Вопрос о фондах звучал не раз в выступлениях и был указан в резолюции митинга, которую подписывали подходившие пущинцы. Основные фонды, безусловно, перемещены сюда. В городе при 20 тысяч жителях никак нельзя иметь 10 экземпляров одного и того же однотипного издания. Поэтому, конечно, мы оставляли у себя не более трех экземпляров. Остальные мы, прежде всего, предложили школьным библиотекам. Всем трем школьным библиотекам. После этого мы предложили Серпуховской ЦБС, они взяли. В центральную библиотеку перешли на работу и трое из четырех сотрудников. Один уволился. Одновременно с закрытием детского отдела произошло и сокращение ставок в центральной, в АБ. Вопросы посещаемости библиотеки, шаговой доступности, также камни преткновения в споре, который длится уже много месяцев. Очень больно, что сейчас, не имея такой возможности, а библиотека ВД, хоть Вера Сергеевна утверждает, что рядышком находится, но в темное время суток многие бабушки и дедушки просто не могут сопровождать уже своих внуков. Поэтому мое недовольство, то, что власти не смогли сохранить достояние, культурное достояние города в Наукограде, минус этим властям. По словам Веры Еремеевой, в подписанных правительством социальных нормативах расстояние до библиотеки должно быть в пределах 35-40 минут ходьбы. Не раз и не два в течение последних лет звучал такой вариант решения проблемы – открытие в Центре культурного развития пункта выдачи книг. Но он так и не был реализован. Предполагалось и администрация, и глава города предполагали, что возможно в каворкинге, который занимал 40 квадратных метров, возможно это будет. Но по долгому размышлению, а мы ведь не просто так, не спонтанно это делали, мы пришли к мнению о том, что ведь это учреждение, которое полностью переместилось в это новое здание. И в этом учреждении, по-моему, около 40 человек. И достаточное количество клубов. И если мы еще отнимаем, там по-моему, 1400 квадратных метров. И если мы отнимаем у них это помещение, мне кажется, что это было бы несправедливо по отношению к коллективу Центра культурного развития. Разговор об открытии какого-то пункта обслуживания вне микрорайона АБ может быть продолжен, но не на сегодняшний день и не при том проекте бюджета, который запланирован на 2018-й, сетует Вера Сергеевна. Я ровно так же полагаю, что все-таки в шаговой доступности должна быть небольшое, я замечу вам, небольшое библиотечное пространство для обслуживания книгой. А что касается, скажем, вот тех клубов по интересам, общений, то мне кажется, в городе их достаточно. И в библиотеке, в частности, и в микрорайоне Д, в Центре культурного развития. Мы всегда открыты. Мы всегда открыты для этого. Центр культурного развития тоже открыт. А вот имея 600 квадратных метров там, ровно столько, сколько в Центральной библиотеке, и оплачивая коммунальные услуги, это было большой, просто непосильной нагрузкой на бюджет библиотеки. Бывший депутат Елена Коломенская назвала закрытие, совершенное на территории города Пущино, чудовищной подлостью, и предлагала руководству обратиться за выделением дополнительных средств на содержание библиотеки. Бюджет формируется по нормативам. Закон Московской области предполагает те нормативы, которые идут на дома культуры, на библиотеки, на администрацию города, на школы и так далее. У нас есть норматив, он очень маленький, и по этому нормативу дополнительно при нашем дотационном городе невозможно просить дополнительные средства. Оптимизация и нехватка бюджетных средств против желания жителей вернуть библиотеку. Пока однозначный вывод только один. В скором времени ждать решения этого вопроса, которое устроит всех, вряд ли стоит. Диана Ларионова, Андрей Михайлин, ТВС Пущено.